Здравствуйте, с вами Сноу Кулатан, и я хотел бы дополнить свое видео о патчо 5.22 своими первыми впечатлениями. Билды, которые я нашел, персонажи, которые сейчас сильны, и вообще вот маленькие нюансы, которые мне в игре понравились или наоборот не понравились. Первое это реворк AD Carry, то есть Queen, Graves, Korky, Kog'Maw, Misfortune, Caitlin. То есть это AD Carry, которых якобы реворкнули. А мое мнение следующее. Единственное, кстати, AD Carry, которого я не видел, это был Kog'Maw. И я не уверен, что у него хороший пикрейт. Изменения мне не понравились. То есть изменения AD Carry в целом мне не понравились. На мой взгляд AD Carry сделали не какими-то AD Carry, а какими-то безумно дамажущими, даже в некотором роде, бруйзерами. Или же наоборот, вот если говорить о персонаже типа Кейтлин, она сквишовая, у нее странная стала лейнинг-фаза. Теперь она не является AD Carry, который уничтожает лейнинг-фазу. Изменения AD Carry определенно как недоделка. Они должны быть сильными, то есть AD Carry по идее должны быть сильными. Я этого не вижу. AD Carry или гипер-безумный, просто безумный, как Грейс, который не убиваем, который убивает за прокаст и так далее. Или механика, которая была у персонажа, которая делала персонажа персонажем. То есть вот привет Кейтлин и лейнинг-фаза Кейтлин. Непонятно. В свою очередь, если вы начинаете собирать новые итемы, там Шив, который дает 30% крита и прок Шива, который стал еще сильнее. То есть вот эти вот новые эссенс-риверы и прочее, это конечно безумие. Если говорить про остальных AD Carry, которых не реворкнули. А да, вот кстати, мне очень понравился реворк Квин. На мой взгляд, механик у нее стал довольно-таки забавный, а с ультой она стала все же послабее. То есть вот, если так, знаете, вот впечатление именно сильный персонаж, слабый персонаж, мне кажется, Квина стала все же послабее. У нее очень дорогой билд, она очень долго скалируется, то есть в лейтгейм. Но вот эта ульта, которую можно спамить, ну забавно. Изрил. Как я и сказал в своем обзоре изначальном, Изрил безумно силен. Он безумно силен за счет Гуинцы и таланта из первой ветки. Изрил реальный сейчас монстр. Джинкс, Калист, Люциан тоже в некотором роде стал сильнее. Все без изменений. То есть ADC и RIP все стали сильнее, если они разжираются. Просто итемы стали сильнее. Твичи. Говорят, что твич сейчас очень сильный, но я видел только 0.5 твича. Давайте перейдем дальше к изменениям. Так, где у нас тут изменения, которые... Вот. Вот это да. Это изменения, которые отбило сразу у меня желание играть на одном из моих любимых персонажей. Z образца патча 5.18, 5.19, 5.20 и 5.21 был хорош. Он был силен. Это был такой бруйзерный Z, который мог ваншотнуть ADC. Прекрасная механика, интересная механика персонажа. Z это правда интересный персонаж. Вы можете с этим не соглашаться. Вы можете не любить Z. Многие орут, что Z нужно постоянно нерфить, 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 еще раз нерфить. Почему нужно нерфить Z? Потому что якобы Z это персонаж, против которого нет контрмеханики. На самом деле контрмеханика в League of Legends против Z очень много. Вот внезапно ввели там кенчи, который контрит Z. Z это персонаж, на которого вы не можете ошибаться. Вы не можете ошибаться в атомизации. Вы не можете ошибаться в ваших прокастах и так далее. То, что они сделали с Z, то, что они замедлили его комбу, это просто ужасно. Я объясню на примере. Z мили ассасин. Ассасин, да, то есть, но в early game, естественно, он не ассасин, он лейнер. То есть, он мид лейнер. Давайте рассмотрим Z с точки зрения скиллшот. То есть, у него есть скиллшот. Работает следующим образом. То есть, вы кидаете шурикен вперед. У шурикена есть кастайм. Теперь мы возьмем персонажа, например, Чарм Ари. Если вы не знали, у каждого скиллшота в этой игре разный кастайм. То есть, у Ари скиллшот, то есть, Чарм, вылетает быстрее, чем у Z шурикен. Хотя это А, скиллшот, который дает контроль. Б, ну, то есть, его не так часто можно спамить, как у шурикен. Б, можно отменить анимацию через флэш Е. То есть, делая этот скиллшот еще сильнее, чем у Z. И плюс к этому, Ари является рейнджет персонажем. Да, вы можете все еще попадать и харасить кушками Z. Но у Z есть совершенно другая комба, которая, в принципе, делает Z играбельным персонажем на линии. Я не буду говорить сильным, играбельным персонажем. Корр, отстань. Сейчас, одну секунду. Я возьму собаку на руки. Она хочет на руки. Корр, ну подожди. В общем, смысл... Как бы... А я запаузить видео не могу. Ну ладно, не суть. Будет здесь сидеть, будет смотреть на экран. Смысл в чем? А у Z есть другая комба, которая делает Z с Z. Он кидает V. У V есть небольшой кастайм. Ну, совсем малюсенький. И пока летит V, проходит время. Что происходит дальше? Когда V долетает, вы используете Q, у которой есть кастайм. То есть, якобы, вы должны это использовать так. То есть, вы кидаете V с кастаймом, и потом используете Q с кастаймом. И увернуться от этого скиллшота становится очень просто. Да, вы можете сказать, можно кинуть сначала V, потом E, потом Q. Но это медленно. До этого, в свою очередь, про каст Z был следующий. Вы кидали V, у которой есть кастайм. Инстантом использовали Q. Здесь написано, что это advanced technique. То есть, это продвинутая техника. На самом деле, это была механика Z. Мне кажется, он так и задумывался, как персонаж. Вы кидали вот этот вот проказ, тем самым вы харасили. Это убрали. Z в плане лейнинг фазы стал самым худшим мидлейнером вообще и всех. Даже по сравнению с талоном он хуже. Потому что за талон у V кастайм малюсенький. И им попасть просто. У Z получается, вы должны попасть не одним скиллшотом, а считайте двумя. То есть, V и Q. Корр, ну хватит меня хреначить. Следующее изменение. Дальше у нас изменение базовых статов. То есть, здесь мана, здесь хп. Это тоже ничего не интересно. Следующее изменение, которое мне жутко не понравилось. Rift Herald. Почему мне не понравился Rift Herald? Как, так сказать, баф. Он слишком много дамажит. То есть, с одной стороны, вы можете сказать, что вот, Rift Herald так и задумывается. То есть, это баф, который дает очень много. Который дает АУЕ. Ну, то есть, голду по карте. 50 голды каждому человеку. И чтобы его убить, вам нужно минимум 2 человека. А желательно 3 человека. В чем заключается проблема? Проблема заключается в рандомности соло-ку. Да, я об этом думал. Что если в соло-ку любили драться за драконов, когда дракон был бесполезен, и сливали в некотором роде даже игры, а учитывая, что сноукбольность увеличилась, Rift Herald стал еще в этом плане хуже. Rift Herald дамажит настолько много, что если вы его забираете не вовремя, здесь очень много моментов, когда его нужно забирать. Вы просто с этого отдаете 2-3 кг. Он дамажит слишком много. То есть, его можно забирать Rift Herald без каких-либо проблем. Можно, наверное, только комбой Kindred плюс Jax, потому что Jax включает иммунку. И у Kindred там процентный дэмэдж довольно-таки приличный. То есть, в этом плане вы ничего не можете сделать, если у вас команда решила выкинуть на этом Rift Herald. Потому что игры стали очень сноубольные. На мой взгляд, первое, что нужно сделать, это увеличить его спонтаймер. То есть, не на четвертой минуте, минимум минута, наверное, восьмая. То есть, чтобы вы могли забрать 2-3 к Rift Herald. Чтобы вы подходили изначально к Rift Herald, как к нашору. То есть, иногда вы забираете, там на 20-й минуте нашора, вы подготовили этого нашора. Вот то же самое нужно сделать с Rift Herald. Когда он резается на четвертой минуте, он становится гораздо более хаотичным. То есть, за него драки, хотя драк за него нет. То есть, вот эти вот подходы. Я проигрывал игры, когда у меня команда шла забирать Rift Herald без Vision Ward, то есть, без подготовки. В них просто влетали, убивали, проигрывали мне игру. Я на это никак повлиять не мог. В свою очередь, баф его дает реально много. Следующий момент. Вот, про голду. То есть, Kill Gold, Ambient Gold. Мое мнение, Риоты ничего с этого не изменили. То есть, в некотором роде. Но поменяли билды. То есть, это то же самое, что Riot Games делали при изменении AP ритмов, при изменении армора ритмов. То есть, это своеобразный баланс. То есть, согласен ли я с этим балансом, я не знаю. То есть, это еще один стандартнейший реворг голды в игре. То есть, стоимость итемов. Потому что, в любом случае, для чего вам нужна игра голда в игре? Для покупки итемов. То есть, увеличили они голду за минуту, не увеличили они голду за минуту. Разницы никакой нет. Все равно, все упирается в стоимость итемов, а не в то, сколько вам дается голды. Да, игра стала быстрее, но игры на самом деле стали быстрее, потому что есть идиоты, которые отдают киллы в роли гейме, и игра с ноуболь. Сейчас игра стала гораздо более сноубольной. Баунти Ревард. Мне понравилось. Скажу опять же честно, мне понравилось. Я считаю, что... Изначально мне подход этот не понравился, но потом, когда мне не хватало 50 голды, а там кого-нибудь убивали, и мне давали 50 голды на ИТ, мне это понравилось. То есть, опять же, ничего не изменилось. Туретки. Ужасные изменения. Ужасные изменения. Просто настолько бездарное изменение быстрого пуша туреток. Игра стала настолько сноубольна в плане пуша. Это ужас. Я говорил в своем изначальном обзоре патча 5.22, что забирать туретки это очень выгодно было там в первом-втором сезоне за Ноктюрна. Да, но туретки давали гораздо меньше денег, и туретки были все равно даже затанкованнее, чем сейчас. Сейчас туретка, если вы ее забираете прямо в Орли Гейме, она ваншотается. Вы можете забрать первую туретку, и где-то вот на минуте 12-13 забрать вторую туретку буквально за 3 минуты. Ну вот просто, знаете, вы пушите линию, вот просто пушите линию, стоите под вражеским Т2, и пушите линию, и крепы, и ваши редкие автоатаки заберут туретку за 2-3 минуты. Если вы подойдете, когда туретка вообще не дефается, вы ее заберете за 5 секунд. Они просто, они ватные. Даже ингибитор туретки, они сейчас менее затанкованы, гораздо менее затанкованы, чем ингибиторы. Игра стала настолько быстрой в соло-ку, что ее камбэкнуть стало практически невозможно, если вражеская команда откровенно не выкидывает. Потому что сейчас нет понятия лейтгейм сетап и не лейтгейм сетап. Все дейкэри настолько сильны, что их невозможно затанчить позже 30-й минуты. То есть, если идет 30-я минута, у вас нет такого понятия, как танк в команде. А за счет того, что очень сильно видоизменились сетапы, то ну, в общем, об этом чуть будет дальше. Одним словом, то, что они сделали с Тауэрами, я думаю, это будут менять. То есть, это мое мнение. Но так как Криоты не любят менять все быстро, я скажу так. То есть, скорее всего, в шестой сезон мы будем играть на таком балансе. А в седьмом сезоне опять изменят Тауэры. Ну, потому что это неправильно. То есть, это невооруженным глазом это видно, что это неправильно. То, какие сейчас Тауэры, это просто неверно. Следующие, минины. Опять же, сейчас заметно стало больше вот этого накопления мининов. То есть, вот того, что Тауэры забираются от мининов, учитывая, что минины сейчас бьют. Ну, если вы выигрываете сильнее. Ну, мне сложно сказать. То есть, мне сложно сказать, правильно это или нет. Понимаете, это все то же самое, что и с Голдой, и с Тауэрами, и так далее. Это все под одну гребенку. Под одну. В плане джангла мне сказать, опять же, толком нечего, потому что, на мой взгляд, сейчас можно лесничать на чем угодно, потому что от вас игра будет зависеть максимально мало. Все будет зависеть от того, как играют ваши лейнеры. То есть, я встречал игры, то есть, там по 5 игр подряд, когда у меня лейнеры пушили до вражеского Таура все линии, причем 3 линии подряд, одновременно, пушили до вражеского Таура без единого варда и умирали, то есть, делали стату 0.10 за, за 4-5 минут игры. То есть, джанглить можно на чем угодно, а если вы берете круассаны и три потки, то вы будете джанглить практически на чем угодно, на фулл хп. То есть, в этом плане все отлично. Джангл, джангл как джангл. Опять же, все зависит от лейнеров, к сожалению. Стратегия, вот знаете, настакивания Devourer сейчас тоже очень своеобразная, очень рандомная. Если вам команда ваша и вражеская позволит настакать Devourer, то Devourer сейчас силен. Если нет, ну, сори. Телепорт. Практически перестали брать телепорт в играх. Хотя, опять же, я думаю, что все вернется на круги своя и будут играть с телепортом. То есть, со временем это вернется. Там, я думаю, месяц, полтора и телепорт мета опять вернется, потому что этот нерв недостаточно. Просто люди сейчас слишком хайп от Ignite и экзоста на линиях. Теперь я буду говорить про итемы. Зефир убрали, сволочи. Что интересно, Essence River очень силен. Итем, который дает 30% кулдаун редакшн, очень силен, собирается практически на всех HD Carry. то есть, у вас выбрали Infinity Edge, который не голд эффективен, или же Essence River, который супер голд эффективен. Essence River реально силен. Люцианы, Корки, Изрилы, я его видел на Квине, я его видел на Джинксе, я видел Essence River, я видел его на всех и вся. То есть, Essence River внезапно стал одним из лучших артефактов в игре. И да, его собирают и будут собирать. Blade of the Raven King худшая и там в игре. Runan не особо видел в играх, хотя опять же он силен. Static Shift лучший AD Carry и там в игре. Лучший просто. Rapid Cannon не понравился. Hyped этот арт жестко, очень жестко хайпил этот арт, но арт мне не понравился. Не знаю почему, не знаю, правда не знаю почему он мне не понравился, но в некотором роде я не увидел вот этой силы его пассивки. Он и там хорош, вот как где-то четвертый, пятый может быть и там но не знаю проигрывает Static Shift во всем. Last Whisper ужасный, просто ужасный. То есть про итемы я сейчас буду говорить не совсем про итемы, я буду говорить про билды. Я нашел интересный момент. Сейчас за счет нерфов Доминик, ну вот Last Whisper одним словом, я увидел, что игра немного сместилась. То есть по видам игры, давайте вот так по видам игры. Есть игры, которые выигрываются или проигрываются там вот в прямом смысле этого слова без привлечений там на четвертой, пятой минуте. То есть все, вы или выиграли на четвертой, пятой минуте или проиграли на четвертой, пятой минуте. Здесь наверное со мной очень многие не согласятся. Типа камбэкнуть можно любую игру, нужно просто дотерпеть. Вот мое мнение, вот опять же ничего с этим я поделать не могу, это мое мнение. Есть вот такие вот игры. На данный момент их очень много, большой процент этих игр. Я не буду называть, чтобы опять же не получить уйму злостных комментариев, но вот мое мнение такое. А есть игры, которые просто заканчиваются вот знаете, логичное завершение игры, там 20-25 минута и какой я увидел с этого билд? Какой билд максимально силен в этом случае? И вот это странно. Это фу-армор танки. То есть это персонажи типа Зака, типа Мунда, может быть Малфита, может быть Маокай. То есть берите любой персонажа, который просто идет фу-армор сетап. То есть к примеру это Sunfire, то есть это такие персонажи, ну и там как Sunfire, Deadman's Play, Toru, Mail, Runduin. То есть ну вот это опять же к примеру. То есть фу-армор сетап, танки, может быть два танка, может быть три танка в одной команде. То есть я видел мидлейн и рейли, мидлейн заков, что угодно. То есть персонажи, которые просто рашат безумное количество армора, а за счет того, что Лас Виспер сейчас настолько ужасен, что он бессмысленен. Вот эти итемы, они просто бессмысленны. Вот этот Доминик Регард и Mortal Reminder, вы просто сильный AD Carry, которые сейчас сильные AD Carry, вы их просто уничтожаете. Они вас не пробивают, а вы убиваете. Я видел мидлейн тариков с 500 армора, которые убивали всю вражескую команду буквально за полсекунды. Плюс к этому сейчас безумнейшее количество фулл AD сетапов, причем людей, которые совершенно не умеют играть на этих персонажей. Ривины, midlane Yasuo, там трендомеры и так далее. То есть фулл AD сетап, там AD джангер, AD midlaner, AD топ лейнер, AD carry, там чуть ли не AD еще саппорт. Все играют в AD персонажами. Что из этого получается? Из этого получается хаос. Когда выходят два гипертанка в фулл армор ритмах, и вы их убить не можете, потому что Лас Висперы ужасны. Ну, в некотором вроде спасает true damage, который сейчас, которого в игре много, но все равно. Следующий момент. Теперь поговорим о сетапах. То есть сетапы, которые тащат на 25 плюс минуте. Да, в принципе, и тащат даже и до этого против арморовых. Ребята, АП мидлейн сейчас силен, как никогда был силен. Он самый сильный. АП мидлейн это нечто. В чем проблема АП мидлейна? Проблема мидлейна заключается в том, что сейчас иногда пикают АП джанглеров. АП джанглеры в свою очередь очень слабы. Иногда еще и берут АП топ лейнеров. То есть за счет бафа спирит визеджа Банши и там например Малмортиуса и того же Абисова вы не можете играть в фулл АП с этапах. Вы просто не можете дабл АП трипл АП мертв. Слишком сильны мэджик резисты там. Вас не будут пробивать. Точнее вы не будете пробивать. Например вы играете в фулл АП с этапе. То есть топ лейн рамбл там мидлейн например Лебланка джангл Элис и против вас играет два танка. То есть например возьмем Ирелия и джангл Зак. Они собирают три мэджика резисты там то есть в случае с Заком это Абисел Банша Спирит Визаж может быть еще Гардиан Эйджел то есть опять же к примеру и вы его будете бить спеллами на без 70 Ирелия в случае с Ирелией которая может собрать Малмортиус еще хуже будет. То есть Ирелия будет в билде там стандартной Тринити например Гуинса ну если она хочет собрать Гуинса то есть два демэдж слота и Спирит Визаж плюс Гардиан Эйджел плюс Малмортиус ее вообще невозможно будет пробить. То есть этот персонаж которого пробить невозможно будет. Малмортиус Спирит Визаж Банша сейчас и Гардиан Эйджел слишком сильные. Да кстати Гардиан Эйджел на танков это тоже сейчас хороший ритм в плане армора 60 армора 60 резистор рез ой супер. Дальше почему я тогда сказал что АП мидеры сильны? Я вчера сыграл в этом билде О боже этот олдскул билд Абиссу который стал просто нереальным Абиссу Вил Вил Ов Эйншен О боже Вил Ов Эйншен как же ты хорош и естественно Род Оф Эйджис то есть я за Ари играл с Род Оф Эйджис мне не нужна была мана мне совершенно не нужна была мана потому что Род Оф Эйджис решил все мои проблемы с маной у меня она не заканчивалась мне не нужны были Морел Аномиконы мне не нужны были никакие там Асина Сан Хол пригрела мне ничего не нужно было это были суп супер голд эффективны супер сильные итомы я был нереально силен я получал кайф когда я входил в файт с 50% хп выходил из файта убив двух человек со 100% хп АП Мидлейн стал сильнее он стал настолько силен он стал силен как никогда когда против вас играют фул ад сетап когда собирают фул армор итемы или же вообще не собирают арм ну мэджик мэджик резист итемы когда хп арты стали гораздо дороже это все просто супер это просто супер АП Мидлейн супер просто вы не можете играть в дабл АП 3 АП но сам по себе АП Мидлейн сейчас силен как никогда Лебланги Ари да что угодно Следующий Лич Бейн все еще силен то есть Лич Бейн баф на Лич Бейн стал силен армор итем я уже говорил то есть их сейчас просто стакают не собирают Рандуин собирают Тормейл то есть Тормейл по сравнению с другими итемами стал гораздо сильнее Гардиан Анжел тоже сильнее Хантер Мачете я наш то есть я говорю про джанглеров Сейчас есть только один билд на джанглера Один все других билдов нет Вы собираете юму то есть а дальше вы собираете например варьер юму потому что сейчас в джангле у вас мало денег с первых бэков вам нужно покупать лонгсорды юму помогает вам ингейджет юму вам помогает делать все что только можно вы собираете юму еще раз юму юму варьер кулдаун редакшн энгейдж все что можно джанглы там и в свою очередь ужасны они да вот здесь рунглей в персонажи просто ужасны вы не можете играть на педжанглеров вы собираете рунглей вы проигрывать игру без привлечений понимаете здесь вот такое вот изначальное мнение он ужасен синдер халк ужасен варер единственный джанглы там который прям всегда хорош devourer хорош далеко не всегда но кора ну дай мне договорить а devourer не всегда хорош в этом и проблема devourer то есть есть игры в которых гигантское количество игр в которых вы его просто не сможете настакать и это печальная ситуация то есть devourer devourer еще раз devourer это средний сейчас это warrior без вариантов если вы хотите собирать джангл этом то собирайте warrior лично я сметился я буду его собирать трекер с найф ужасен я видел или стрекер найфом я видел рикса и стрекер найфом ребят идите конечно в красный или же в синий смайт у вас нет выбора дальше спал сив мне понравился вот этот frost queen claim очень хорош также я был прав а это наверно дальше я был прав вот этот и там хорош а и у за квинокс очень хороший очень голд эффективный сайд стон мне понравилось собирать руби сайд стон не видел ни разу то есть забили стелс и вижен варды все равно их не ставится луку поэтому забудьте но vision варды сейчас год эффективно я советую их покупать тринкеты я сейчас каждый без исключения игре людям меня за это там в чатике флеймен я оставляю стандартный варлинг просто оставляю почему я это дело банально потому что на карте не хватает вижу на я вам больше скажу я сейчас за саппорта не покупаю красный тринкет потому что не хватает вижу на мне не хватает четырех вардов мне не хватает четырех вардов которые ставятся сайд стоун ну с импрунатого сайд стоун поэтому я оставляю варлинг тотем и ставлю еще просто не хватает команда поставить сейчас я что заметил люди покупают фарсайты фарсайты люди покупают свиппинг лэнсы а зачем вам свиппинг лэнсы если у вас у самих нет вижу на то есть огромное количество игр проходит следующим образом идет например 20 25 минуту на карте стоит один vision ward и 3 варда который поставил саппорт все больше вардов нет ну я пытаюсь помочь с режимом оставляю варлинг тотем стартинг и там и dark сил прекрасен просто прекрасней об этом говорил офигенный там кал ужас просто кал оказался калом видел сам покупал сам стакал но он проигрывает во всем даром то есть на мой взгляд этот кал можно покупать только вторым первым покупается даром вторым покупается кал если вы хотите получить деньги потому что сам по себе он весьма гулки а вы его стакать и он дает статы как только эти статы становятся совершенно для вас бесполезно его продаете то есть вы уже получили 400 голды подаете вы его за 240 вроде то есть он гулки эффективным полезен хэлс поушен идиотское изменение riot games дебильное изменение riot games к за которой я их не прощу они понерфили поты теперь поты становится стали слишком дорогие и покупать их мало имеет смысла то есть да я сейчас покупаю только первые три пота и все потом нет refillable potion об этом будет чуть дальше тот который сейчас refillable potion ужасен его бафует на пбе что он отхиливает не 100 125 этим он стал чуть-чуть посильнее то есть станет чуть-чуть посильнее но сам по себе он просто ужасен refillable potion ужасен hunters potion деньги на ветер corrupting potion до его собирают на лейнеров он дает много дэмэджа он типа силен а если вы играете например с красным смайтом и покупать corrupting potion это реально круто если вы играете малый на лэйне это реально круто но все равно столько денег стоит неприятно эликсиру фраеран поты стали late game то что ботинок стоит 300 голды прекрасно а и там о котором я практически ничего не говорил в своем изначальном обзоре патча люситки лучший просто лучший ботинок за историю лигу of legends про он божественен 800 голды 10 процентов кадера 10 процентов 10 процентов минус сам не рассказалов он охренен люситки for the win просто берите люситки бесконечных количествах на каждом персонаже на любой роли люситки лучший ботинок в игре все мерки ужасны свифты ничего берсерки ужасны даже на адекере люси дети сейчас собирается на всех без исключения люси дети просто божественные джетаби хороши аллакрити хорош дальше пофигу досданс ужасен мол мортиус божественным против ап сетапов юму собирается на всех гуинса и там который собирается теперь на джан на джангерах на адекере на то плейнер их на чем угодно и реле джакс и зрел тима варвик что угодно собирает гуинс из разблэйдж у вас особо нет выбора то есть гуинса он слишком голд эффективен чтобы его не собирать я видел и реле которые просто с этим гуинса ваншотают вас застан гуинса божественным гуинса лучший поэтому гуинса тоже нужно собирать хикстерс не очень тиамат к сожалению стал говном то есть сам по себе тиамат офигенен а вот гидры ужасны они слишком дорогие слишком сложно собирать и просто ужасный блэк ливер то же самое тринити неплохо и сбор гантит хорош моному не очень стерок стал хуже как я сказал в обзоре патчи что он стал лучше нет он стал чуть хуже и шин такая же ситуация как и с тиаматом слишком дорогие билды которые идутся из шина если например вы играете на и реле не имеет смысла идти в тринити если вы не разожрались лучше идти просто в гуинса то есть гуинса танк и шмот и может быть потом докупить тренинг сиро это дирк то есть это юму и там божественным кофе не очень то есть он хуже чем сиро это дирк гораздо хуже чем сиро это дирк но из него собирается вориор из него и собирается юму поэтому естественно вы будете покупать вампирик очень хорошего очень год эффективен но опять же и там и которые собираются из вампирика сейчас были вот то есть единственный там который собирается из вампирика который сейчас хорош это очень высокий скеймитар но проблема скеймитара в том что он слишком дорог вы покупаете скеймитар да это самый лучший лайф силуитом в игре который собирается из вампирика но опять же нет на мой взгляд если вы покупаете вампирик вы его просто оставляете например вам надо кэри нужен вампирик вы покупаете просто вампирик и все больше ничего не делать вам нужно много лайфстил то есть вы хотите было церста вы покупаете 2 вампирика то есть вы покупаете 2 вампирик скейптор и все и вы не покупаете другие лайфстилы там и потому что ну вампирик безумно gold эффективен безумно gold эффективен а все остальные лайфстилы там ужасны мастер из сейчас надо о сандер сложит декре я был прав лучший лучший без вариантов лучший сам манера в игре на по мидерах надо с ассинах на ривен на саппортах на чем угодно это лучшая мастерка в игре и и бафует на пбм у нее был кулом 30 секунд стал кулом 20 секунд я поиграл с этой мастеркой то есть я знаете как и все шел там например во вторую ветку точнее в первую ветку потому что все хайп открыты кстати вот теперь не будет работать против джангл крипов сделала джангл трендомера ясла гораздо слабее мне пофигу на это скажу честно сандер сложит рифа за винт я без преувеличения его будут буду брать на всех то есть я играете на медлайне берете 18 талантов во вторую ветку играете на декере на некоторых а декере берете 18 талантов во вторую ветку играете на саппорте берете 18 талантов во вторую ветку на джанглере всегда 18 талантов во вторую ветку без вариантов без исключения 18 талантов во вторую ветку этот талант слишком силен просто безумно силен и здесь еще нерв идет бонтов стоуну тоже неприятный опять же для танка джангеров сандер сложный кри это не 4 то есть это вот все что я могу сказать по саму нерам из первой ветки сейчас вот фарваров батл очень хорош очень хороший вот этот талант на а.д. кэрина из рилов но сандер сложный кри на огромном количестве а.д. кэри также лучше просто он он безумен то есть вот этот вот талант он просто безумен собирайте собирайте на чем угодно и выигрывайте игры то есть вот это вот знаете мои первые впечатления патч то есть наверное не разнятся с тем что я говорил в патчноутах но это слишком просто это вот те вещи которые назвал они слишком сильны чтобы их не обозить хотя да опять же в игре баланса нет то есть люди троллят люди маятся хреномантии играют как говно но вот те вещи которые назвал они вам будут помогать выигрывать тот небольшой процент игры который от вас все же зависит всем спасибо за просмотр с вами был кого-то стрим будет завтра подключайтесь и удачи вам